Субтитры делал DimaTorzok Петр Скоропадский провозглашается Гетманом 18 июня правительство Скоропадского формирует комитет по застройке зверинцев. Там собираются строить правительственный квартал. Сейме Сенат, 12 министерств, Академию наук, Академию художеств, жилье для чиновников. Как нельзя кстати, 6 июня всего 12 дней назад зверинец был практически уничтожен взрывом. Ведь там кроме маленьких жилых домиков был зверинецкий форт, где хранились взрывчатые вещества и снаряды. И тут взрывы, пожар, якобы самовозгорание ракет. Якобы виноваты конечно же большевики. И вот спустя дюжину дней комитет правительства Скоропадского Отчуждает земли зверинца, запрещает там что-либо строить частным лицам и выделяет 10 миллионов 900 тысяч карбованцев на постройку нового правительственного центра. На месте 900 разрушенных домов. На месте гибели 200 человек. Им больше не нужны дома. Осталось впрочем 12 тысяч обездоленных. Как быть с ними? Только в августе правительство Скоропадского решило выделить им деньги 880 тысяч. А спустя 3 месяца не стало и правительство Скоропадского. И сам Гетман бежал в Германию. Со временем люди отстроили жилье своими силами. А вот руины форта простояли до 40-х годов. После Великой Отечественной войны их при сооружении ботанического сада разбирали пленные немцы. Но главные земляные фортификационные сооружения остались по сей день, удачно вписавшись в ландшафт ботанического сада. Мы прогуляемся по нему и покажем, где находились части Зверенецкой крепости и как они выглядят теперь. Мотор. И по улице Бастеная когда-то шел трамвай. Как трамвай? Давай по новой. Я и пину. Текст весь по новой. Мотор. Сейчас мы находимся на улице Бастеной, которая раньше называлась Свято-Троицкой. Когда-то по улице Бастеной ходил трамвай. А далее по улице Бастеной... Сейчас мы находимся на улице Бастеной. Когда-то это была основная дорога Зверенецкой крепости, которая раньше находилась на территории ботанического сада. А вот тут по этой современной Бастеной, а тогда Свято-Троицкой, ходил трамвай. И мы вам покажем, где он разворачивался уже в ботаническом саду. Но мы пойдем к отстаткам Зверенецкой крепости. Не по улице Бастеной, а по Бастенному переулку. А сейчас мы стоим на перекрестке. Улица Стуркинская бывшая, Балсуновская. Вот новый корпус школы 133. Старый корпус школы номер 133. А наша дорога идет туда. Белая школа, кстати. Вот тут, где этот относительно новый корпус, тут был сад и стадион, который зимой заливался и образовывал каток. А тут стояли частные дома. Потом построили мастерские, профтехучилища. А вот старый дом. Это часть старой архитектуры. А вот у меня за спиной находится дом художника. В доме художников жили художники, скульпторы. У них мастерские располагались на верхних этажах, а за вдохновением художники отправлялись в ботанический сад. Сейчас мы подойдем к дому художников поближе. Это не достопримечательность, а может быть в будущем это будет достопримечательность. Этот дом фигурирует в советском фильме 70-х годов, вам и не снилось. А может быть не 70-х, а 80-х. А фиг вас знает, как разница. Ну хорошо. Вот. Так, вот мы сейчас заворачиваем к дому отпустил на номер 11. Вот. Идем к так называемой собачке или собачьей площадке. Это пустырь, где раньше стояли частные дома. И там до сих пор от них остались вишневые сады и прочее. Вот. Вот. Пошли. Это двор. Я жил в следующем. В доме 11А. А это 11. Такой тихий двор. Вот. Пошли. Тут не волочай случайно? Сейчас. А, волочай фамилия. Так, вот. Идем по тропе. Через собачку мы попадем в ботанический сад. Вот это вот знаменитая горка, на которой все местные дети катались на санках. Она ведет наверх к забору. Для экстрематов, по-моему. Я в детстве не видел. А вот мы ездили и вылетали вот тут. И упирались в подпорную стену. Вот дом художников. Нет, это для экстрематов. Хотя у меня там напорщина не такая. Тоже нехилая, но там такого нет. А тепла одна опасная тоже. Там более равнины. А вот тут мы тут катались. Нет, у нас самостоятельно крутая. Видишь, тут какие склоны. Какая красота. Яра. Это круто. Вот такие вот яры. Это вот и есть собачка так называемая. Тут растут клены и фрук. А они стояли чуть дальше. Видишь, вот там и здесь вот стояли. За домом номер 11 до сих пор руины маленького домика, в саду которого я нашел гильзу 1919 года. Вот, да, вот, видишь, вот тут дом стоял. А вижу, что даже сейчас. Да. Тут виноград. Рост. Тут вишен много. До сих пор вишни. Вот собачники. Почему так называется это место? Потому что собачники тут выгуливали собаку. Вот я с Бобиком. Еще много людей собирались в компании, гуляли тут или шли в ботанический сад. Так. Вот мы стоим у забора ботанического сада. Начался дождь, но он не входит в нашу съемочную пламя. Мы сейчас идем в поисках телепортатора на территорию ботанического сада. Между тем начался дождь, который не входит в наши съемочные планы. Мы надеемся, что он скоро закончится. Знаешь, я же полтора месяца читаю документальные книжки. Вот там находятся остатки валов, на которые встали фортификационные укрепления. Вот речь идет о заднем плане. Вот идет вот такой вал. Он идет по периметру Розария в сторону Березовой рощи и Липовой аллеи. Сейчас мы спустимся, чтобы рассмотреть эти валы ближе. Спустимся к ним, а потом пройдем к Липовой аллее и Березовой рощи. У меня за спиной находятся остатки фортификационного вала. Вот это тоже вал. А вот эти вот холмики, это современные уже холмики относительные. За ними по центральной аллее ходил трамвай. Остатки вала, если сверху смотрят, то очень бросается в глаза его четкая геометрическая форма. Видишь, какой ровный срез? Ага, вообще интересно. Это мы идем в сторону центральной аллеи, по которой проходил трамвай. Где перекресток, там спуск к Сиреневой аллее, вот на этом перекрестке разворачивался трамвай. Он еще ходил в 1918 году, вот он шел в ту сторону оттуда. Ну и вот этот ровный срез фортификационного вала. Вот вал идет в ту сторону, и мы пойдем снова в ту сторону, к Березовой роще. Погуливающиеся люди не подозревают, что ходят по руинам крепости, которая когда-то здесь была. Ну и вот этот фонтан все. Смотрите, а вот этот у меня на перекрестке работает. Вот здесь снова начинаются остатки фортификационных валов. Вот мы этот, ровно этот срез покажем, вот он. Вот мы находимся в Березовой роще. И не скажешь, что тут были раховые склады различные, ходили солдаты, сторожили эти склады. Все было военизировано, и гражданское население сюда не пущали. Вот там чуть дальше вход в Звернецкие пещеры. Там улица Мичурина, бывшая Ломаковская. Вот идемте, мы покажем вам вход в Звернецкие пещеры. Старый вход в усадьбу Звернецких пещер. Сейчас вход со стороны Мичурина улицы. А раньше просто водили паломников отсюда, через ботанический сад. Вот сколько лет прошло, а ровная кромка фортификационного вала все еще сохранилась. Вот там, видишь, ровно срезано. Ровно-ровно так. Сараи тут стояли, сараи с порохом и ракетами. А потом оно все рвануло. Это была крепость, предназначенная для хранения раховых разных запасов. Там снаряды, порох. Вот, вот. Видишь, вход. Вернее, забор усадьбы Звернецких пещер. А тут когда-то забор сделали, а была дыр. Да, да? Раньше все время лежал торф, целые кучи. И паломников водили через дырку за море в усадьбу. Этой церкви еще не было, ее построили сейчас над пещерами. Есть предположение, что Звернецкие пещеры проходили отсюда до Ионинского монастыря. Их так и до конца не смогли изучить, потому что началась гражданская война. Гетман Скоропадский хотел построить на территории Зверинца административный центр Киева. Для возведения на Зверинца этого административного центра нужно было тщательно изучить местность. Потому что никто не будет строить здания там, где под земной находятся огромные пустоты. И вот изучение этих пещер долгое и затормозило строительство административного центра Зверинца. А потом уже закрутилась, закрутилась смена властей. И так это никому и не было нужно. Так что до сих пор изучен лишь небольшой сегмент Зверинецких пещер. Там есть коридоры просто засыпанные и дальше вход просто никто не расчищал. Если нет оползни, то земляные сооружения, они очень долго сохраняют форму. Вот тут вал снова сворачивает. Тут вал и ров идет. Вот еще сохранилась эта штука. Вот такой ров. Это мы обошли березовую рощу и приближаемся к участку хвойных. А слева растет лещина, лесной орех. Вот как он плодоносит. Он еще не поспел. Он будет падать осенью. Вала фортификационного от розария. Вот она идет тоже. Вот здесь нехорошие люди спилили замечательную карельскую березку. Она тут была в центре, в середке. В участок хвойных некогда слева открывался живописный вид. А теперь мы видим забор, который еще и закрыт некими серыми металлическими щитами, чтобы люди не видели, как там живут другие люди в теремах. Оживельник. В нем пауки-крестовики плетут свою паутину. У них такие норки в паутине. К сожалению, сейчас я не вижу особых скоплений пауков-крестовиков. Но, тем не менее, они тут раньше были в 90-е годы. Вот здесь, на участке, где хвойные растения, тоже был вал. Вот он спускается вниз, в сторону Выдубичи. Туда вот видна его ровная кромка, уходящая в сторону центральной аллеи ботанического сада. Вот тут, видишь, такими террасами он спускается. Одна терраса, там вторая терраса. Как она выглядит, как у них форма. Дуб, и возле него стоит знак какой-то. Сколько ему лет этому дубу. Он старый, в общем, этот дуб. Давай глянем, что там. Это памятник природы местного значения. Древний дуб, ему несколько сот лет. Вот тоже остатки вала. Вот, в эту сторону идут, и в ту сторону идут. Права скользкая, поэтому я скольжу. Вот мы завершаем наш обход периметра Звернярской крепости. Она убегает. А, так, так и. Рыс color. Снегирь. Корректор, типа в other. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но клещи не взрывают пороховые склады и не высаживают воздух целую местность. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...